МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для учащихся новая школа номер 11 на улице Рихарда Зорги откроют двери осенью этого года. Успеют ли сдать здание в эксплуатацию к первому сентября, пока неизвестно. Резкое подорожание строительных материалов и нехватка рабочих рук существенно сказываются на рабочем процессе. Сейчас на территории здания работают 52 человека. В целом, сами строительные работы хорошо подрядчик, определенный объем материалов успел саккумулировать, поэтому эти отделочные работы ведутся. И на площадке на самой находится материал для проведения отделочных работ. Но ситуация непростая. Мы стараемся к тому, чтобы максимально короткие сроки школа была достроена. Ну да, перспективно это осень этого года. На сегодняшний день в основных учебных корпусах школы проложили электропроводку. Стены отшпаклевали под окраску, положили плитку в санузлах. Идут работы над монтажом дверных проемов и подвесных потолков. Общий процент у нас 85% технической готовности здания. То есть здание полностью возведено. Установлены все оконные конструкции, кровля. Смонтированы все тепловые сети, электросети смонтированы. Обеспечено подключение к инженерным коммуникациям объектов в полном объеме. То есть остаются только чистовые отделочные работы. Для благоустройства территории школы уже произвели планировочные работы и привезли необходимые материалы. Здесь рабочие положат асфальт и брусчатку. Также готовят место для спортивной площадки с баскетбольным и футбольным полем. По графику финансирования в очереди стоит и капитальный ремонт старого здания школы номер 11 на улице Павлика Морозова. По предварительному решению администрации учебный процесс в старой школе не приостановят. И ремонт делать там не начнут, пока новое здание не будет полностью готово к приему школьников. В наших выпусках мы уже рассказывали, что критический уровень спуска воды в Саровке и, как следствие, нетипично высокие скорости течения привели к размыванию берегов и обрушению губионов. Гидролог компании «Нижнов Геопроект» Александр Белов пояснил нам, что губионы проектировались с учетом максимальных и минимальных заявленных уровней воды. Тот уровень, до которого опустили воду этой весной, нетипичная для реки ситуация. Крайне странно выглядит ситуация, когда мы видим, что уровень воды значительно ниже, чем отметка на берегу, которая должна быть. Прекрасно видно, что значительная часть дна оголена. То есть это говорит о том, что произошел как будто бы аварийный сброс или намеренно опустили уровень воды, может быть, за тем, чтобы кто-то решил подстраховать себя в преддверии накопления и пропуска половодия. Это действительно подстраховка, пояснили нам в Управлении по делам ГО и ЧАЭС. В прошлом году серьезно затопило садоводческое общество имени Гагарина. Под водой оказались 269 участков. Поэтому в этом году на заседании комиссии приняли решение уменьшить уровень садиса еще на полметра ниже, чем в прошлом. Только одна единственная причина, чтобы обеспечить нормальный исход воды и не повышение уровня нижнего объекта для обеспечения незатопления участков садоводческого общества Гагарина. Чтобы избежать дальнейшего разрушения конструкции берегоукрепления, компания «Саровинвест», установившая габионы, направила в администрацию города письмо с просьбой в кратчайшие сроки поднять уровень воды в Саровке. Но, как рассказал Владимир Болтов, решение о подъеме уровня будет зависеть от объема воды в реке Сатис и пруду Протяжном. Уменьшится где-то до 10 сантиметров сход воды. Не будет серьезных осадков, будет понижение температуры. Увидим, что нижний бьев или русл реки будет подходить к районе 160 сантиметров. Начнем прикрывать шендоры для того, чтобы был набран уровень реки. В этот сезон паводков, как и в прошлом году, сотрудники ГО и ЧС столкнулись с затоплением улицы Зернова в районе медколледжа. Но в течение суток водоотвод наладили. Как заявил Владимир Болтов, такая ситуация возникла не только из-за таяния снега на близлежащих улицах, но и на территории аэродрома. Также большой резонанс вызвали истории с затоплением участков в СНТ имени Гагарина и Восход. Основной объем воды сейчас там уже откачали и ситуацию держат на контроле. Заборы потоплены у одного участка. Все остальное пока на сегодняшний момент, так скажем, по судоводческому обществу Гагарина серьезных проблем не представляется. И будем пытаться еще в течение двух-трех дней держать гидротехническое сооружение в таком ситуации, чтобы уменьшить уровень воды, чтобы вода ушла с береговой линии садоводческого общества Гагарина. Сейчас снег остался в основном только в лесах, а прогноз погоды уже показывает снижение температуры, поэтому интенсивность схода снега снизится. Если в ближайшее время погодные условия будут в норме, то уже скоро поводковая ситуация в городе стабилизируется. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То состояние, которое сейчас у вас наблюдается, все кадры, которые я видел, говорят о том, что эта ситуация нетипичная для этой реки. Почему? Потому что дно реки сложно песками. А скорость потока, очевидно, выше, чем размывающая скорость донная бытовая для данной реки. То есть в нормальных условиях таким образом река не ведет себя. Значительная часть дна оголена. То есть это говорит о том, что произошел как будто бы аварийный сброс. Или намеренно опустили уровень воды, может быть, за тем, чтобы кто-то решил подстраховать себя в преддверии накопления и пропуска половодия. Конструкция габионов на реке Саровки предусматривает минимальный уровень воды – 119,6 метра. Администрация города в своем постановлении приняла решение о спуске реки до отметки 118,5 метров. И не установила дальнейшие параметры поддержания уровня. Если мы посмотрим на отдельных участках, видно, что произошла просадка уровня, значительная просадка уровня порядка метра. То есть мы край матраса длино, габиона матраса Туфячного, можем наблюдать. И поверхность воды, и между ними порядка метра, разница по высоте. Александр Белов принимал участие в строительстве набережной в Сарове. Также он главный инженер организации, которая проектировала и ведет авторский надзор за строительством набережной реки Вичкинзы в Дивееве. По словам Александра, Саровка и Вичкинза похожи по гидрологическим характеристикам. У них одинаковые параметры и грунты, поэтому и решения по укреплению берегов габионами одинаковые. Разные подходы к эксплуатации гидроузла в период подготовки к паводку. Сейчас там осуществляется пропуск половодия. Так вот, там такой ситуации не наблюдается. Там затворы открыты таким образом, чтобы в пруду Дивеевском, в Верхнем Ефе, уровень воды находился как раз на границе матраса. При этом нижний бьев, он выполнен в виде канала, заполнен тоже не полностью. Идет нормальная работа по сбросу воды. Габионы в Сарове установлены несколько лет назад. И пока уровень воды в Саровке был в рамках рабочих режимов, размывания берегов не происходило. Компания «Саровинвест», установившая габионы, подсчитывает ущерб, нанесенный благоустройству. Также компания обратилась в администрацию города с просьбой в кратчайшие сроки поднять уровень воды в Саровке. И чтобы избежать дальнейшего разрушения конструкции берегоукрепления, в будущем регулировать уровень в соответствии с климатическими условиями. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Быть замещающим родителем – непростая работа, требующая серьезной подготовки. С 2012 года все, кто решил взять семью ребенка из детского дома, обязаны пройти обучение. В нашем городе такие занятия проводит «Теплый дом». С 11 апреля стартовала очередная школа замещающих родителей. Будущих опекунов, усыновителей или приемных родителей ждут обязательные тренинги и лекции специалистов. Обязательно после окончания школы граждане проходят собеседование индивидуальное, то есть некий такой как экзамен, потому как они усвоили материал, который им тут преподают. И предполагается 22 часа для индивидуальной работы с психологом по желанию. То есть граждане могут обсудить какие-то вопросы, которые волнуют именно их, именно касательно их историй. Также участники школы по желанию могут пройти индивидуальное психологическое обследование, которое в дальнейшем поможет организовать работу с кандидатом в нужном ему направлении. Вообще задача школы не только дать теоретические знания, для этого есть интернет. Главный человек, приходящий на занятия при помощи психологов, должен понять, насколько он и его семья готовы к тому, чтобы взять себе приемного ребенка. Наша задача, чтобы если уж они после окончания нашей школы решили дальше идти по этому пути, чтобы они четко осознавали, на что они идут, какие у их семьи и у них как у личности есть сильные стороны, на какие они будут опираться, и какие есть ограничения, и насколько вот эти ограничения весомые. Надо понимать, что в большинстве своем у детей из детских домов есть какие-то особенности в плане здоровья, развития или поведения. Не всегда это видно сразу, чаще проблемы всплывают позднее, в подростковом возрасте. Вступая на путь замещающего родительства, человек должен сразу понимать, готов ли он тратить время и силы на это благое дело. Знаем, что некоторые совсем отказываются от этой идеи, то есть они понимают, что, наверное, у них были какие-то розовые очки по этому поводу, да, и вот то, что они слышат, они для себя принимают решение, что, наверное, это не их путь, и они будут помогать там обездольным детям, но как-то, например, по-другому, может быть, в качестве волонтера, да, может быть, в качестве благотворителя, и это тоже, на самом деле, очень хорошо. Полность интервью с Натальей Шариповой о школе замещающих родителей смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Сегодня артериальная гипертензия занимает ведущее место среди болезней сердечно-сосудистой системы. По статистике, гипертонии болеют 30-40% жителей планеты. Среди людей старше 65 лет заболевания регистрируют и 70%. Это патологическое состояние, приводящее к повышению артериального давления, в результате которого нарушаются структура и функции артерии и сердца. Артериальной гипертензии подвержены абсолютно все возрастные категории населения. Более высокий риск имеют пациенты с ожирением, с подтвержденной гиперхолестериномией, курящее население. Рассказать о факторах, приводящих к болезни и мерах профилактики, призван проект клинической больницы номер 50 «Школа здоровья». В стенах первой поликлиники саровчанам рассказывали про диабет, инсульты, фибрилляцию предсердия и многие другие серьезные заболевания и патологические состояния. Главная цель «Школы здоровья» – объяснить, чем чревато развитие болезни, настроить на правильный образ жизни, рассказать об основных способах самопомощи. В случае артериальной гипертензии необходимо правильно питаться, побольше двигаться, отказаться от курения и контролировать вес. Артериальная гипертензия – это хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. И добиться как можно дольше ремиссии, стабилизации уровня артериального давления можно именно при помощи ежедневного приема гипотензийных средств и соблюдением здорового образа жизни. Без лечения профилактики артериальная гипертензия приводит к инфарктам, инсультам, ишемической болезни сердца, атеросклерозу, проблемам с почками и другим заболеваниям. Лечение должно продолжаться всю жизнь. Следующие встречи в рамках школы здоровья будут посвящены отказу от курения и повышению физической активности. За анонсами можно следить на сайте клинической больницы номер 50 и в наших выпусках новостей. Екатерина Пёнова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Когда началась война, Антонине Ивановой было всего 4 года. Её семья жила в деревне Ленинградской области. Почти два года Ивановы жили в оккупации. День, когда немцы пришли в их селение, Антонина Васильевна помнит до сих пор. Она как раз и возвращалась от подруги. Выезжают на мотоциклах люди в форме такими и осторожим с этим автоматом. Значит, это мы откуда знали, какой там. Вот. Я уж как добежала домой, не знаю. Но из дома прижались все, напугались. А они таким въехали, с таким гоготом, каким до сих пор этот немецкий язык не переношу. В плен семью Ивановых угнали в 43-м году. Самым тяжелым для маленькой Антонины была разлука с мамой. Её отправили в другой лагерь, а девочка с бабушкой и дедушкой попали в Лейпас в Латвии. Поразительно, но мама Антонина Александра Алексеевна не только смогла спастись из цепких лап смерти, ушла из концлагеря, но и нашла своих детей. Пришла к дверям концлагеря как раз во время построения пленных. Бабушка нас столкнула, она узнала же тоже. И бегите к маме, бегите к маме. И мы побежали. Мы здесь ничто, ничто, автоматы направлены, ничто. Мы бежим, просто мы мама. Вот она нас обхватила и говорит, жду, что это, сейчас очередь. Сейчас стреляли сплошь и рядом, без конца. Но очереди выстрелов не последовало. Все пленные молили фашистов пощадить мать с детьми. А потом в 45-м лагеря разбомбили. Ивановы добежали до латышского хутора, где и встретили долгожданную победу. Каждая история освобожденного узника полна боли, горечи, потерь и радости спасения. Михаил Савин собрал их в одной книге. Мы записывали на видео воспоминания, значит, узников, переделывали в текст, сканировали фотографии и создавали такой материал. То есть у нас получалось и видео, и печатный материал вместе. Видео мы используем, вот сейчас пандемию, например, включали на видеоуроках для студентов, да, к этой дате, к Дню памяти. Презентацию книги проведут к 9 мая в библиотеке Маяковского. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Многие помнят добрый советский мультик о путешествии маленького катерка Чижик. Он разводил почту в разные уголки земли, побывал на Северном полюсе и в жаркой Африке. Свой Чижик совсем скоро появится и в Сарове. Идея его создания у Алексея Морозова родилась спонтанно. Да и реализовать ее было непросто, поскольку в кораблестроении Алексей пробует свои силы впервые. Однако трудности мужчину нисколько не испугали. Совершенно новое направление. Я, собственно говоря, чисто случайно, мы встретили с Михаилом Прохоровым. Он говорит, что вот есть такая интересная вещь, показал мне видео в интернете. Мне почему-то стало интересно, и мы с ним договорились, как бы этой темой заняться. Сначала связались с компанией, которая занимается изготовлением деталей кораблей. Заказали каркас нужной модели. Затем полученные детали вырезали на лазерном станке, а потом склеили. Сборка заняла около месяца. Впереди осталась самая сложная – оклейка и окраска, рассказал Алексей Морозов. Оклейка, шлифовка, окраска, грунтовка и все такое прочее. Поэтому вплоть до того, что приходится звонить. Вот сейчас я собираюсь, наверное, на выходные поехать на мастер-класс в Москву, чтобы мне объяснили, как работать с определенными гелькоутами. Потому что я никогда этого не знал, даже название. Ну, как сказать, слышал. Не то, что впервые, но для меня оно было редкостным. Корабль спустят на воду уже этим летом. Будет ли он катать детей или возить грузы, пока неизвестно. Но ясно одно – пылится в музее, чижик не будет, а отправится в свободное плавание. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Снова фальшивки. В правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудника банка о поддельной купюре. Подозрение вызвало банкнота достоинством 5000 рублей. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Сошел снег и доступ к садовым домикам для грабителей стал проще. На прошлой неделе сотрудники УВД зафиксировали два случая грабежа в садоводческом товариществе «Союз». Неизвестные проникли в дома и вынесли имущество на сумму 3000 и 7000 рублей. Поэтому будьте внимательнее и всегда проверяйте замки на своих домах. На минувшей неделе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 8 ДТП с материальным ущербом. На южном шоссе около дома 18 водитель автомашины ВАЗ двигалась по нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог и не предоставила преимущества в движении «Ладе-Вести». В результате ДТП водитель ВАЗа получила повреждения в виде множественных преломов ребер. Была госпитализирована в травматологическое отделение КБ-50. А водитель «Лады» получил ушиб в височной области. После осмотра врачом он был отпущен домой. На прошлой неделе в состоянии алкогольного опьянения задержано 7 водителей. С тонировкой зарегистрировано 25 правонарушителей. Ремнем безопасности пренебрегли 38 автолюбителей. Три велосипедиста нарушили правила дорожного движения. Самый холодный весенний сезон был в 1941. Отепели тогда пришли только в мае, а самая ранняя весна – в 2020. Уже 17 февраля среднесуточная температура устойчиво перешла к положительным значениям. Весна этого года теплыми и солнечными деньгами нас, к сожалению, не радует. О том, какими будут весна лета 2022, мы узнали у начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольги Макеевой. Метеорологическая весна начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений. В регионе обычно эта средняя дата приходится на 26 марта. Однако к концу марта климатической весны мы не увидели. Она пришла ближе к середине апреля. Температурные качели в весенний период характерны для наших широт, пояснила Ольга Макеева. Это характерно для весны наших широт, которые длится всего 60-70 дней. В этот период интенсивные отепели сменяются активными волнами холода и даже со снегом, как это было и в прошлые дни. Летний прогноз, составленный гидрометцентром России, носит фоновый характер и будет корректироваться краткосрочными прогнозами. Средняя температура лета в этом году, по прогнозам синоптиков, составит от 20 до 25 градусов. Осадки ожидают в пределах нормы. Не обойдется и без сильных летних ливней с градом. Что касается 30 градусов, они обязательно будут. Лето вполне приемлемое для наших широт, хорошее. Отдохнуть можно будет. Но нужно отметить, что чаще всего захолаживание северных широт приходит в наши районы именно в начале лета и во вторую половину августа. Руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции также спрогнозировал теплое и сухое лето без каких-либо серьезных температурных аномалий. Теплая весна уже на пороге. Столбик термометра уверенно стремится вверх. И если верить прогнозам, впереди нас ждут теплые солнечные дни без климатических катаклизмов. А значит, настала пора доставать легкие куртки и, возможно, даже запасаться кремом от загара. И эту путевку в солнечные и жаркие страны не нужно долго оформлять. Нет необходимости с нетерпением ждать отъезда, а потом несколько суток проводить в поезде или самолете. Из серого весеннего Сарова можно мгновенно оказаться в водовороте ярких, сочных и контрастных цветов Бухары, Самарканда, Ташкента, Гадрута и Стамбула. Для художника это какой-то рай. Мы когда попали туда, вот даже вот этот рынок в центре города, и все это разноцветные, эти тряпочки, эти какие-то предметы, какие-то там, я не знаю, все это навалено. Все это так, керамика, ковры, вот просто глаза, глаза вообще разбегаются, и все это хочется нарисовать. Мне показалось, что это действительно отдельная планета, отдельный мир, совершенно с другими красками, воздухом, небом, с людьми. Невообразимое количество красок в коврах, в керамике, вазы, посуда, люди, шелка, и вот все это просто какая-то, я не знаю, пещера Аладдина. Мы попали как в сказку. Масляные натюрморты и пейзажи переносят гостей в мир нарядного и декоративного Востока. На открытии новой выставки «Планета Бухара» художницы из Самары Анна Сливкова и Наталья Шепелева много рассказывали гостям о своих совместных поездках по странам СНГ, о впечатлениях и работе над картинами. Например, Анну Сливкову вдохновил бухарский плов. Его она тоже решила изобразить на полотне. Это плов по-бухарски. Здесь совмещение разных жанров. Здесь есть и натюрморт, и интерьер, и фигуры. И, в общем, все это вместе скомпоновать в одну картину. И какое-то настроение Бухары в этой работе для меня передается. То есть какой-то голубой свет. Я даже не знаю, как это объяснить, с этими какими-то оранжевыми лесками, орнаментами. Знаковая работа для Натальи Шепелевой – цвет бухары. Здесь художница постаралась передать необыкновенный цвет города, особенности архитектуры и его самобытность. Нас притягивает экзотика, конечно. У меня здесь есть работа и про Тунис, тоже очень красиво и необычно. Наверное, да. Хочется туда, где радуется глаз вот этому цвету, богатству цвета. Туда и едешь, туда и тянет. Выставка «Планета Бухара» продлится в Доме ученых до конца мая. Справки можно узнать по телефону 3-53-15. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Саровский Кулебин. Так ученика 15-го лицея назвал один из членов жюри конкурса «Большие вызовы». Лев Цветков стал победителем в направлении «Передовые производственные технологии». На суд строгого жюри мальчик представил проект изготовления филамента для 3D-принтера из пластиковых PET-бутылок. Над его разработкой Лев работал полтора года. Смысл проекта заключается в том, чтобы переработать пластиковую PET-бутылку в филамент для последующей печати на 3D-принтере. Сейчас все более актуальна становится домашняя 3D-печать. Филамент дорожает, пластик из которого печатает принтер. Поэтому как-то пытаемся переработать, по сути, отходы в готовый продукт. Александра Пешкова стала призером в номинации «Умный город и безопасность». На конкурсе девушка защищала работу, выборы, расчет экологически чистого, оптимального и удобного маршрута в школу. Для своих одноклассников Александра просчитала наиболее удобные маршруты из нового и старого районов, а также с окраин города. На конкурсе были участники довольно хорошего уровня, и я очень много что унесла, каких полезных советов и полезных замечаний унесла с этого конкурса. Сейчас ребята готовятся к следующему этапу конкурса, который пройдет уже в середине апреля. С финалистами будут работать эксперты, которые помогут конкурсантам доработать проекты, усовершенствовать их. Павел уже отправил работу эксперту. Юноша победил в направлении «Современная энергетика» с проектом «Атомно-водородный комплекс» на базе атомной электростанции «Малой мощности». Всем известно, что есть атомные станции, а эта атомная станция, но она, соответственно, меньше, вырабатывает меньше энергии. Ну и мой проект заключался, собственно, в том, чтобы избыточную энергию, которую будет вырабатывать эта станция, пускать на производство водорода. Ну, что в свою очередь позволит озеленить энергию, так как сама по себе атомная энергия, она экологичная, то есть зеленая, и энергия при сжигании водорода тоже зеленая. Победители и призеры Всероссийского конкурса примут участие в научно-технологической программе «Большие вызовы», которую организует Образовательный фонд «Талант и успех» в Сириусе. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Более двух тысяч солистов и хоровых коллективов из девяти регионов России в этом году приняли участие во втором международном конкурсе имени Лукина «Жаворонок-2022». Оценивали мастерство исполнителей, заслуженные деятели культуры РФ, профессора и преподаватели музыкальных училищ и вузов. Саров представлял хор «Капель» из детской школы искусств. Мы в результате, мы очень ждали, надеялись, волновались, и пришел такой результат, мы стали лауреатами первой степени на этом конкурсе. Первое место – это очень высокая награда, за что благодарна жюри. Хор «Капель» еще молодой, пока считается младшим хором. Тем не менее, он уже известен не только в нашем городе. «Капель» неоднократно занимала призовые места на различных региональных и всероссийских соревнованиях. Из-за пандемии большинство конкурсов проходили в дистанционном формате, но хористы с нетерпением ждут возвращения выступлений на сцене. Дистанционно – это более скучно. То есть, когда ты на очном конкурсе участвуешь, это интересно. Ты и сам можешь выступить перед людьми в жизни, и на других тоже можно посмотреть. С 16 апреля желание хористов выступить вживую и, наконец, исполнится. «Капель» отправится на областной конкурс патриотической песни в Бутерлино. А в конце мая с творчеством хора смогут познакомиться и соровчане на отчетном концерте в ДШИ. Ну и, пользуясь случаем, хотелось бы очень пригласить всех детей, которые хотят петь, хотят найти новых друзей, научиться взаимодействовать в коллективе, в наш коллектив, на наше хоровое отделение. Будет очень интересно, познавательно и увлекательно. Третий финальный матч решающий. У Сарова за плечами две победы. Очередная обозначит чемпионство высшей лиги. Поэтому с самого начала игры Таншаевский старт был настроен решительно. Гости открыли счет и забили в наши ворота первую шайбу. Но после первого перерыва хоккеисты Сарова мобилизовали все силы. И уже во втором периоде в ворота соперника летели шайба за шайбой. Сарову удалось вырваться вперед со счетом 6-5. Такой успех воодушевил многочисленных саровских болельщиков. Замечательные наши мальчики. Все прекрасно. Надеюсь на нашу победу. Надо брать домашнюю игру. Игра хорошая. Наши ребята собрались. Скорее всего, все получится. Так что удачи. Конечно, верим же. Всеми силами болеем за нашу команду. Надеемся, что сегодня они кубок заберут. Вообще шикарно, шикарно. Мальчишки молодцы. Все стараются. Прям просто-просто замечательно. Я не часто бываю здесь, но игра прям супер. У меня и внук здесь, и дочь здесь. В общем, всей семьей пришли болеть за наших. Верим до конца. Игра валидольная. Держимся, ребята. Держимся. На льду развернулась нешуточная борьба. Градус игры был настолько высоким, что даже ломались клюшки. Основное время закончилось с ничейным счетом. Исход овертайма решили булиты. На этот раз фортуна была на стороне Таншаева. Сегодня не хватало у них. Видно было, что у них меньше состав был, чем обычно. А у нас наоборот. Сегодня, можно сказать, максимальный наш состав был. Поэтому и в овертайме, не как в той игре, когда мы уже в середине овертайма просто стояли. В принципе, тяжело было, но легче, чем в первой игре. Но ощущается хоккей. Эмоции положительные. Плюс мы выиграли, везем домой серию. Так что эмоции положительные. Саровчан поддерживал почти полный зал Ледового дворца. Для игроков эмоции болельщиков. Это дополнительный стимул в игре. Не зря говорят, что болельщики – это шестой игрок на площадке. Болельщики вели нас вперед, поддерживали, кричали. То есть нам приятно это слышать от них и видеть их на трибунах. Не так собрались, чтобы понять, на что настроен соперник. Соперник настроился биться. Все-таки это плей-офф. Здесь игр просто так не бывает. Простых. Ну, в принципе, второй период. Поговорили в раздевалке, пообщались, сделали работу над ошибками и вышли биться. Следующая игра финальной серии игр чемпионата Нижегородской области по хоккей и высшей лиге состоится на выезде. ХК «Саров» снова встретится со стартом в Таншаево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова